Открылось окно возможностей, то есть было вот с 91-го, скажем, до 93-го года. Была такая очень прозападно настроенная Россия, где-то на три года примерно. И люди даже не знали, во-первых, что там есть, они заранее, что вообще есть какое-то окно, что оно может открыться и что оно может закрыться. И этот хороший сценарий никто не обдумывал. То есть насчет плохого сценария, там все были готовы, все делали эти все планы. А вот насчет этого сценария, там же еще вот эта ужасная речь Буша-старшего, известная киевская, Kiev Chicken Speech, где он говорит перед распадом Советского Союза, давайте не успокойтесь тут с вашим национализмом, чтобы Советский Союз не распался. То есть у них даже, они это себе не могли представить. И то, что люди себе этот хороший сценарий не представили, в этом и была вся проблема, что не было плана. То есть люди просто же, а, ну отлично, распался и все. И не было понимания того, что это все может, что опять может стать плохо, и что это есть, что есть там некое окно, и что оно сейчас открыто, но оно потом закроется. И просто не было вообще никакого... Вот был один такой очень, мне кажется, недооцененный российско-еврейский эмигрант, Александр Янов, который об этом всем писал в 70-х, 80-х годах, который, у которого, например, одна книжка называлась «Detente after Brezhnev». «Detente after Brezhnev». «Разрядка против...» «После Брежнева». «После Брежнева». «После Брежнева». То есть он это предсказал, что вот «После Брежнева» будет разрядка, потому что вот циклы российской истории такие. И он тогда говорил, вам сейчас нужно ввести план Маршалла для России. Если вы это не сделаете, вы потом намного больше заплатите. Если вы сейчас эти миллиарды не найдете, чтобы Россию сделать демократическое, вы потом, вы еще потом будете жалеть. И он это как бы все предвидел. И потом у него была другая книга, где он назывался «Российская идея и 2000 год». И где он говорит, что вот есть вот эти циклы российской истории, и вот русская идея вернется через какое-то время. И вот и будет некое окно возможностей, и этим окном возможностей нужно воспользоваться. Если она закроется, вот у вас будет опять вот эта имперская традиция, она опять возьмет верх. И он вот он был как бы готов к этому. Он уже знал, что будет разрядка. И он тогда сказал сразу, давайте сейчас нужно все вкладывать в демократизацию России. И было вот. Я помню вот эти поздние 80-е годы, ранние 90-е годы. Россия была другой. Это вот когда время Ельцина было, да? Ну да, но это еще... Поздний Горбачев, да? Поздний Горбачев и ранний Ельцин. Вот я бы сказал вот до 93-го года. Может быть, вот... Ну или, скажем, даже до 94-го. То есть, введение войск в Чечню, это было, наверное, начало конца, так сказать. Это окно начинало закрываться. Закрываться.